меня много что интересует и я видела что вы тоже человек неравнодушный это вот удивительная редкость поэтому думаю если мы будем прыгать с одного на другое ну пусть это будет да пусть первый блин какой будет такой будет да да начать посмотрим как получается может все уже хорошо получается вы ведете или я веду за пожалуй без проблем как как посчитаете удобно давайте ну вам давайте первое слово как источнику организатор и инициатору или расскажите немножко себе вы где работаете как ваши интересы с физикой пересеклись круг занятия я уже многократно рассказываю о себе уже как бы стратегия такая выработалась родилась семье учителей повезло мне отец был физик мать математик ну учителя конечно папа любила больше поэтому физика во мне жила и у меня был искренний интерес к тому как на самом деле устроен мир школе у нас была учительница физики я потом поняла что физики они все юмористы все уникальные люди с возрастом глядя на множестве примеров не все конечно из есть исключение вот и у нас была очень хорошая учительница и когда я в советской школе мы учились тогда экзаменов не было а потом последнем классе выпускном тогда десятилетка была нам дали на выбор экзамен и конечно я выбрал свою любимую физику открыла перечень вопросов и удивилась неужели мы это все проходили вот так я училась хотя школа закончилась золотой медалью поступила с еди первым с единственным экзаменом на физмат вот закончилась красным дипломом и вот физику я учил уже как бы во взрослом таком юношеском возрасте в университете и всю жизнь потом то есть я вот закончила в девяносто четвертом году и вот начиная со студенческой скамьи и дальше до текущего момента я учу физику не для чего-то там то есть физик это моя жизнь моя миссия я учитель по призванию я так это чувствую то есть я люблю искренне делиться над тем что знаю и хотелось было работать на результат работала по окончании вуза в этом же вузе на кафедре физики то есть у меня стаж 27 лет преподавания разных дисциплин но в провинциальном у нас небольшой город вот и я и находила противоречия физике и ставила эти вопросы неудобные вопросы и со временем пришло к тому что мне мои коллеги стали говорить вы когда вот это говорите вы не говорите где работаете это первый момент и второй зачем вот ко нам приезжали с мг у с питера ргпу с бауманки читать лекции но на платной основе конечно обмен кадрами студентам я прям прибегаю и говорю вот посмотрите у меня вот книжка вот это вот как вот тут ну зачем вы туда лезете у нас даже академики только пингвинов считают то есть будут абитуриенты не будут и так далее так далее некуда потом меня послали в мфте на повышение квалификации на три недели я обрадовалась думаю вот я где найду настоящих физиков сейчас я им задам свои вопросы задаю вопрос и первый ответ не говорит мы здесь говорим то за что нам платят деньги единственное что мне там удалось это поговорить с некоторыми коллегами там были и простые преподаватели заведующие кафедры я как простой преподаватель ну я всю жизнь как человек которому больше всех надо если не некого послать от вуза то посылают меня так меня послали на управление качеством один раз я послушав этот курс по управлению качеством так загорелась думаю сейчас я приеду прям все разложу по полочкам выступила на факультете я тогда работала за зам декана по учебной работе на инженер физическом факультете выступила меня конечно опустили ниже плинтуса сказали чё ты тут думаешь без тебя был бардак а ты приедешь наводить порядок я наверное гудела как член и рой три недели благо у меня были студенты было я была куратором мне было с кем вот это сделать потом три года прошло улеглось это вот чтобы просто понимать вот насколько что за человек через три года значит надо было в областной вуз поехать приезжал председатель всероссийской организации качества запомнил что зовут геннадий и когда он рассказал нам положение по качеству по стране тот я представляла среднюю возрастную группу кто постарше прям лежу профессор такой сиденький говорит что покупать белые тапочки режу молодежь студенты говорят что брать автомат выходить на площадь а если же думаю надо менять страну средняя категория вот такая вот опять потом приехала тоже никому не надо то есть беда в том что у нас дальше слов дело-то не идет вот а потом стала проводить конференции тоже давали вести конференции секции студентов привлекала к разным таким темам благо никому ничего не нужно особо никто не контролировал поэтому есть опыт наработки потом я столкнулась и меди сам центр интеллектуальных медицинских систем где увидела что с помощью воздействия полем вот что такое поле это отдельная песня физики я уже даже говорю что спроси что такое поле и по ответу человека сразу поймешь кто перед тобой ну вот так чуть-чуть с долей шутки да вот я увидела как можно за 2-3 сеанса просто полевого воздействия в течение там короткого времени 15 минут можно убирать хронические болезни я закупила кучу денег потратила я боже могла бы жить нами в хоромах но я тратила все на научное исследование вот на личный опыт где могла сделать закупила это оборудование и увидела личные результаты открывала оо тоже там нечестность людей меня подвели ну потом кредит выплатила все отделалось у меня остался вот этот опыт вот и последняя ступенька значит я много насобирала проблем вот у меня даже есть кулигин фамилия такая физика он из соседней области я с липецка он с воронежа я когда чуть-чуть вот у меня со временем появилась думаю глянь дай-ка я поищу людей которые мысли так же как я вот поэтому и с вами тоже узнала написала интересно каким образом дошла та информация которую я вам передавала вот и он тоже говорит преподаватель физики в вузе должен знать на порядок больше он находил очень много противоречий и тоже был где-то там стороночки никто его может быть серьезно не принимал у него группа была там человек пять ну хотела состыковаться он уже его уже нет в живых не знаю кто последователь вот и последняя ступенька как говорится кто ищет тот всегда найдет я нашла я теперь его зову высшее высшее заведение выше высшего и там я нашла ту физику она называется императивная физика которая ответила на все мои вопросы которые открыла передо мной горизонты и теперь только делай как говорится но последнее что хочу сказать год назад когда я стала вот искренне своим студентам рассказывать где неправильно вот про теорию относительности тоже я чуть-чуть ее поизучала когда начинала работать потом один раз прихожу у нас перегородка такая была там заведующий кафедрой сидит а здесь преподаватели вот и я начинаю что-то такое вот возмущаться гляжу заведующий кафедрой за стенки говорить или обладаем на у нас кто по теории относительности критикует тому шестая палата приготовлена я так думаю они все так просто тогда было поначалу но я сделала ход конем я ее перестала преподавать когда у нас чуть-чуть послабиночку сделали и преподаватель стал сам рулить какую программу выбрать а сейчас мы вообще докатились до того что нет стандартах никаких указаний и я прихожу к заведующим кафедрой учу мне читать на географии там биологии по физике вот а он мне говорит а что физика там другая не знаю для них может быть физика вот такая ее можно всем рассказал как таблицу умножения одинаково вот вот такие вещи и стало делиться меня потом на последней кафедре про чехвостили что я студентов увожу от ортодоксальной науки как же им заниматься наукой и не продлили со мной контракт я очень обрадовалась поэтому год я вольная птица могу позволить себе говорить то что считаю нужным то во что искренне верю понятно спасибо до хотелось бы тоже про вас немножко узнать может быть и побольше я не нашла в интернете где бы вы рассказывали о себе конечно я не все ваши многочисленные ролики просмотрела а вот даму про себя сильно не рассказываю что рассказывает из телевизора из этого ящика ютуба не вылазим уже много лет ведем деятельность ценности по отношению к физике какие взгляды на нее ну просто самое важное чтобы вы хотели чтобы зрители я в том числе о вас знала самое важное я пытаюсь пропагандировать научный метод научный метод вот прям жестком понимании этого слова все что мы об этом думаем мы собрали в один ролик называется апгрейд мозга там первая позиция это основы логики законы логики 1 2 3 4 4 закона и все остальное это информация построена по этим законам логики проводим фильтрацию всей информации в плане физики в том числе математики других областей науки выявляем какие-то недостоверные моменты и об этом объявляем что здесь вот недостоверная информация здесь на нарушена логика вот это вот основная деятельность до этого у меня был период когда я занимался научная деятельность он публиковал свои труды вот столкнулся с определенными трудностями как раз вот эти вот регламенты что у вас статья должна быть именно в рамках теории относительности любая другие даже публиковать нельзя вот повеселился на эти темы ну и как бы занялся свободной деятельностью у меня небольшой там опыт предпринимательства на заре я параллельно с обучением в институте депутатства занимался предпринимательством как бы это мне позволило немножко не думать бренном вот поэтому и занимаемся тем чем занимаемся вкратце все сейчас телеканал youtube канал телеканал ну youtube канал впечатляющее название впечатляющее научный трибунал да я когда первый раз посмотрела вы знаете я хотела бы вот высказать немножко вот то что мне у вас понравилось во первых вы говорите правду в глаза у меня была лекция где рассказывала про ампера там электромагнетизм и вот про ампера написано был скромный такой молчаливый тихонечко там где-то подрабатывал создавал сам прибор но обладал не такой чертой которую не не все нравится не всем нравилось за что вот особое какое-то к нему было отношение говорить правду в глаза вот у нас это слащавая современная я даже не знаю какое назвать демократии или что там оно привело к тому что люди называют словами а думают по другому и делают по другому у нас нет вообще единства вот почему фраза вот ваша любимая аристотельская и я ее нашла и лекцию разрабатывала летом по противоречиям и парадоксам современной физики я тоже вставила в качестве эпидропа вот про если не мыслим одно и то же то про аристотеля и вот в современной науке да и вообще люди в общении невозможно же уже общаться друг с другом во первых если говорит не значит что сделает если даже сделает то думает может быть совершенно по-другому то есть вот это общение ведь какая фраза есть самая большая роскошь это роскошь человеческого общения но человеческого вот насколько вот эта человечность есть в каждом из тех кто населяет эти 7 миллиардов на нашей матушке земле да и к чему это все приводит вот у вас вот это правдивость и теперь вот это жесткость резкость но которая позволяет утрировать некоторые вещи дабы показать отношения как я понимаю я тоже иногда и говорю что я грубиянка потому что мне нужно показать нас контраст насколько это недопустимо то есть эмоционально выразить насколько это недопустимо вот то есть вот это прям не очень понравилось дорого мало кто говорит правду вот я на конференциях участвовала тоже дистанционно сейчас стало конечно больше воли я бы не позволила себе в реальности поднять руку выйти и задать этот вопрос а написать в чат я позволяла и тоже на конференции они говорят мы рассмотрим ваши вопросы и ответим завтра завтра приходит они об этом даже не вспомнили поэтому вот это вот взаимодействие невозможно про теорию относительности полностью согласно и порадовалась прям бы подписалась рядом под каждым словом про вот это теперь про то что определение нужно давать про определение у меня есть книжка тоже недавно нам не попалась я на авито старые вы видели такую книжку азбука логического мышления это старая советская книга серии мгу и там тоже написано что в научных работах когда студент на экзамене если не обговорены и не едины и не взаимоприемлемы определение понятий то понять друг друга невозможно поэтому вот многие вещи может быть еще то что что-то такое ну в общем много у вас того что мне очень и очень понравилось откуда у вас эти идеи откуда у вас вот это смелость если вы не ходите на работу вы не от кого не зависите а мне надо подстраиваться вы можете говорить правду все а вы согласны с тем что физика у нас в кризисе ну это абсолютный кризис у нас до до 70 процентов информации по некоторым позициям просто недостоверно и обман фальсификация мы воруем а как вы определяете есть у вас критерий вот как вы определяете достоверно недостоверно было бы интересно ну если есть экспериментальные факты которые свидетельствуют о том что у пространства три геометрических мерности вот это экспериментальный факт я бы даже стал медицинский факт если кто-то с этим не согласен твоего надо помогать ему мягкой форме или жесткой помогать на то что мы можем видеть но мы же не все можем видеть вот например что не можем видеть электрон например так ну вы на на некоторых вещах не столько категорично мы категорично там где вот прям все известно два уха известно известно мы можем говорить правду можем если кто-то вам говорит что ухо 3 он врет врет об этом надо говорить вслух надо поэтому на таких позициях а те позиции которые не столь зазримы у нас есть материалы как получать полную ясность мы озвучиваем это после того как публикуем материала нас ну про тоже равновесие ну вот как вот и если если жесткие факты свидетельствуют что на протяжении равновесия невозможно что и наша солнечная система не работает на равна на прямом притяжении на прямом притяжении невозможно равновесие извиняюсь там оговорился кажется а преподается в учебниках переход потенциальной энергии в кинетическую это обман равновесие это равенство сил это не переход энергии а это есть каждом учебнике вот открываем учебник и там переход энергии а должно быть равенство сил но это же можно посчитать взять равенство силы посчитать как изменяется сила нажить как-то учили формулу складывать силы складывать есть статика и там два условия равновесия первое условие равновесия это сумма всех сил равна нулю векторная и 2 сумма моментов сил а переход энергии может быть каких-то в динамических равновесиях но вот положение тела на орбите это у нас равновесие тело движется на поступать она или там по орбите когда тело движется она находится вот силом балансе это мы все подробно описали у нас есть фильм равновесия где где-то все описано это вот есть этот момент переход энергии как трактуется равновесие ну как бы технический момент но он написан недостоянного справочной литературе есть в евожском детлове в справочнике для инженеров он есть от переход энергии через равновесие и таких моментов их много просто человек поступающий в вуз он не имеет возможности сам прийти каким-то выводом это значит что вся информация которая на него подается она должна быть прям совершенно достоверным нельзя обманывать студента нельзя обманывать ученика если мы обманываем то все мы ломаем специалиста иметь не одно значение значит не иметь ни одного значения если услов нет значения значит утрачена всякая возможность рассуждать друг с другом об действительности и самим собой ибо невозможно ничего мыслить если не мыслить что-нибудь одно это первый закон логики но 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 дуракам закон не писан если писан то не читан если читан то не понят если понят то не так сосредотачивайтесь подписывайтесь на наш канал разносите нашу информацию в интернету с вами бълновитър катюшек телеканал научния трибунал и Продолжение следует...